Цена этого агрегата 10 тысяч, это была цена самая дорогая. Оно? Удержи мое сердце губами. Сейчас чутка пробуем без анестезии. Ревела тоже. Селина ревела, да? Я не ревела. Да не ври, я хотела еще снять. Селина заставила меня подкрасить губы. Делает не очень хорошо маникюр, и у него очень мало клиентов. Всем доброе утречко, мои хорошие! Мы начинаем новый влог. Сегодня выходной день. Приехала ко мне мама Чоли. Мама Чоли! Деньги! И что мы делаем? У меня же появилась обновочка, наконец-таки, стационарный блендер. Сейчас мама хочет попробовать сделать первый молочный коктейль ее. Но я вас в основном для смузи брала. Сейчас, короче, вам покажу мои рецепты и все дела. Сегодня у нас выходной. И сегодня мы собираемся с Таней встретиться. Я уже сняла видео, я уже смонтировала видео. В общем, много дел попеределала. Теперь я свободная. Можно вкусненько покушать. Поеду сегодня к друзьям медитировать и кушать вкусняшечки. А вечером, может быть, мы с Татьяной пойдем в кино. Такие у нас планы. Видите, я уже нарядилась. Все такая вновь, все такая свеженькая. В общем, давайте приготовим молочный коктейль. Я уже показывала, а может, не показывала, на моем втором канале. Я показывала покупки. Я просто не знаю, какое видео будет первым. Короче, вот такое приобретение у меня. Цена этого агрегата 10 тысяч. Это была цена самая дорогая. Другой на стенде, который был. Только здесь вообще просто мощь, девочки. Просто отлетаешь. Лед колоть можно. Вот видите, ice crush. Так что теперь коктейли, все делы. Короче, у меня все супер. Итак, что, 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 что? А сейчас будем пробовать, как он справится с молочным коктейлем. Насколько в пышную пену он этот молочный коктейль сможет. Да, легко это он все сделает. Давай. Кидай банан кусочками разытого и бросай прям туда все. Здесь еще литраж, смотрите, на 1800. Я еще позаботилась о том, чтобы не только для себя готовить. Для всех моих родственников, которые придут в раз ко мне и скажут. Ну-ка, Селена, давай нам свой фирменный вот кофе сейчас, да, я делаю все время. А теперь у нас будет фирменный смузи молочный коктейль. Так. Мороженое. Кстати, там мороженое у меня есть вкусное. Я что-то не стала его брать. Это пломбир 48 копеек. Самый настоящий советский пломбир. Самый вкусный. А что ты верх ногами нож держишь? Скажи, такие на жутье не поймешь, да? Да. Давай туда нальем не 200, а 300 грамм молока. Полтора стакана. Давай. Так, наливаю молока вот так в стаканчик. Мама говорит, полтора стаканчика на полторы порции. Я говорю, ну давай. Вот еще сейчас половинку. Вообще, по-хорошему, это лучше делать холодненьким и еще льда сюда добавить. Мне кажется, больше будет пены взбиваться, да? Ну, посмотрим. Не важно, я это не холодно взбиваю. Все. Банан, мороженое, молоко, все. Да, сироп не надо, но оно и так все сладкое. Да, я думаю, не надо молоко, это меньше сахара, полезнее. Итак, я люблю вот этим делать, да? От минимума здесь до этого. Просто включаем. Люблю. Все, закрепила все? Ну да. Давай. Честно, мне кажется, хватит. А мне кажется, нет, он не сбился еще. Давай на максимум попробуем. А есть еще пульсатор. Но он должен чуть-чуть приподняться, как воздушная пена. Пульсатор здесь. А пульсатор здесь. Пульсирует, короче. Смотри, поднимает. А вот есть просто смузи. Мне кажется, чтобы был лег, не хватает, реально. Чтобы была пена, не хватает, да. Ну давай попробуем. Ну давай, наливай. А мне большой стакан. Можно? Я люблю пить коктейль с высокого стакана. А ты не любишь? Давай, я посмотрю, как она будет у нас наливаться. Давай, подожди. Давай. Давай. Красоту мама решила. На высокий стакан пенка должна быть. Да он полно здесь пены. Одна пена вообще. Вот то, что нужно как раз таки. Что-то у нас получилось не полторы порции, а две, даже три. Это маленький стакан. Ничего. Ну пробуй, давай, мама чоли. Это же для тебя вот коктейль. Оно? Угу. Белиссимо. Обалдеть. Воздушный сладкий. Классный. На, молочный коктейль попробуй. Глотни, он сладенький. Ой, как мороженое. Вкусно? На еще. Мамочка дома приготовила соляночку. Принесла мне и себе, нам всем. Ну, Денька такое не ест, к сожалению. Я жду, не дождусь того момента, когда он начнет вот есть такое. Мы даже сегодня, представляете, сделали молочный коктейль. Все его любимые продукты, которые он ест отдельно. Банан с удовольствием. Молоко в стакан выпить легко. Мороженое вообще за милую душу. Но все это мы перемешали. Ничего больше не добавляли. И молочный коктейль, он говорит, невкусно. Понимаете? Я не знаю, может попробовать с ним вместе, да, чтобы он видел, что я туда кидаю в молочный коктейль. Но эта машина, она прям такая, знаете, мощная, что он такой раз, от нее убегает. То есть, я думаю, рядом не захочет находиться, рядом с этим агрегатом, который у нас тут в крошку все мельчит. В общем, я вот жду, когда он будет у меня есть. И борщ, и вот это все. Очень хочу. Девочки, боже мой. Солянка просто нечто. Это идеальная солянка. Просто идеальная солянка, которую вот я могу есть. Я вообще к солянкам так равнодушно отношусь. И все ее настолько по-разному готовят. У кого-то кислое, у кого-то мясо там не то. В основном очень сильно кислую готовят. А здесь, даже, видите, мы лимончик добавляем, и просто вкусно. Мама, бомба. Ресторанный такой рецепт. Обалденно, очень. Ну это тоже самая вкусная солянка. В ресторане не так вкусно готовят. Я из супов вот этот только солянка. Надо, чтобы ты мне рассказала рецептик. А завтра выйдет видео. А-а-а, отлично. Буду смотреть. Удержи мое сердце словами, скажи мне, если любишь меня. Удержи мое сердце губами, ведь я все еще люблю тебя. Тут открывается лифт, и выходят тысячи людей. Аплодисменты еще на бис. Представляете, сейчас общий чат наш открываю, и написано, что у нас медитация сегодня будет на полчаса раньше. Представляете? Просто это вообще как-то удалось мне выйти заранее. Я же обычно опоздул. И выйти заранее, представляете, так, чтобы успеть реально на медитацию на полчаса раньше. И просто какой-то вязунчик. И более того, я еще часто не успеваю на стриминг своего учителя, когда, ну, у нас есть такое, когда учитель где-то находится, дает какую-то лекцию, да, и делают стриминг для того, чтобы друзья со всех городов могли присоединиться, послушать. И, ну, это, короче, вообще очень круто. Я очень редко попадаю на это, потому что все время такое время, когда я что-то, блин, делаю, куда-то мне надо идти, и как-то, не знаю, не попадаю, в общем. И получается, что раньше-то медитация почему? Чтобы мы прям на начало стриминга успели вообще. Круто. То есть я еще и послушаю учителя своего. Я сегодня буду просто мега одухотворенная, как говорится. Счастье есть. И оно вообще вокруг меня. Крешки. Все, я послушала своего ламу, стриминг, помедитировала с друзьями, поржали, поприкалывались. Теперь созвонились с Таней, решаем, в общем, на какой фильм идти. В инстаграме сделала опрос, все советуют огонь, но будешь плакать. Ну, я вроде не сильно накрашена, и Таня собирается вообще не краситься для того, чтобы поплакать от души. А сейчас я хочу... Блин, это Бенетон. В Зару хотела зайти, там топ такой мерила Таня, классный. Я хочу его губить, если он остался. Та-дам! Ну что, мои крошечки, мы присеяли с Танюшечкой. Вот она наша Танюшечка, наша Таня. Голодная, я не могу прям. Голодная, да? Да. Я думала, только я голодная. Нет, я выходила из дома, думаю, ну, я уже не буду есть на ночь, но ты же такая, сейчас надо поесть. Я потому что вообще голодная. Я поела дома солянку мамину, просто бомба. Но я ее поела, вот так чуть-чуть себе насыпала и без хлеба, девочки. Соответственно, я пришла, а в бацю у нас ничего не готово. Еда будет только через час, поэтому я мучусь всегда кушать. Мы попали на чей-то день рождения, смотри, всем коллективом. На каком-то языке? Красота. Ой, это мальчик, я думала, что женское имя. Это означает, как это Гуля, а ты? Да, имя, имя, наверное. Как это Гуля, а ты? Ну, наверное, какое-то сложное имя. Селина заставила меня подкрасить губы. Я, конечно же, послезла... Только надо чуть-чуть ровненько, а вот здесь неровненько у тебя. Что там? Вот опять. Чуть-чуть подровняет. Сильно там, да, неровненько? Ну, мне кажется, под вот этот цвет, под вот этот вот цвет, нужен контраст губ. И совсем другое дело появляет. Не обязательно такой сильный контраст. Можно чуть-чуть даже, я бы промокнула, знаешь, этим салфеткой. А, она не смываемая. Ну, попробуй промокни салфеточкой. Капец. Тогда будет очень так натур и при этом ярко. Ну да, вот так даже лучше. Слушай, давай сверху накрасим другой еще промодельный. Она такая вот беженькая. Покажи, давай. Давай. Пока фоновой песни нет. Только не сильно ее матируй. Ну да, 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 хорошо. Получше, да? Да. Мне уже еду принесли, спасибо. Господи, я такая голодная. Только смотри, что покантовки этой красной не было, а то странно смотрится. Подводка. Не, красная подводка, не, вот такая нет. Все, хватит, размазывай по краям. Опять музыка. Да, мне нравится. Да, отлично. Ну, слава богу. Оставайся. Теперь тебе не стыдно со мной? Нет. Оставайся, сиди здесь. Жди еду. Вы знаете, как только мне принесли мои равиоли, Таня стыбзила у меня. Кстати, вы знаете, Таню можно по-другому еще называть ласково. Транда Николаевна. И вот Транда Николаевна стыбзила у меня две вот эти штуки. Мы ласково друг другу называем. Она у меня Селена Ивановна, я ее Транда Николаевна. Ну, Селена Ивановна, это не так. Я тебе подумать, скажу, не на камеру, как я тебе еще одну версию придумала. Ну, скажи, я вырежу. Говори, пока я у тебя стыбзю что-нибудь. Ты сфоткала? Нет, не скажу, подожди. Сейчас. Давай с моей вилкой. С моей вилкой? Подожди, ты меня сфоткать должна. Как кто-то хочет украсть твою еду. Не принесли. Да зачем тебе фото с едой? Она запеченная, куриная грудка. Я вот говорила, да, что у меня будет много белка. В общем, там кино и овощи тоже из печи, тоже запеченные. Вот такой у меня будет легкий ужин. Силя. А пью я голубую мачо. Я вот после того, как попробовала... Цены тут напиши еще вот тут вот. А после того, как я попробовала с экспрайсом мачо, в общем, я прям подсела на нее. Давай ей на самом деле, но я же покупала этот экспрайс, когда зеленый, что-то было? Да. Я не знала, что там есть экспрайс. Она на меня макцелила, прям она на меня макцелила, да. Короче, давай я хочу съесть. Ну ладно, ешь, 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 давай. Девочки, ну что за несправедливость? У нее вкуснее. А, ну это, как это говорится, в чужих руках и... Ну давай попробуем, может поменяемся, знаешь, в чужом огороде. Может бартер? Нет, дорогая, не надо мне бартер. Ну ладно, буду есть свои пельмени. Сама еще хоть попробую. Танюшке не хватает сметанки, девочки, а я вот все съела, обожралась просто, жесть, какие борцы здесь. И смотрите, что я еще заказала. Но мы, походу, с тобой напополам это. Ты же мне поможешь? Легко. Да, мы с тобой должны его приговорить, потому что, ну, как бы разделить килограммы калории на двоих. Да, ужин, ну это, а дай врагу, да? Нет, напополам подели. Нет, а с другом подели пополам, вот так. Ну нормально, не пайся, я помогу. В общем, я не ела. Все съела, да. Ну да, смотрите, специально. Ой, крем. Девочки, десерт обалденно вкусный, фисташковый какой-то, маскарпоне со всеми делами. Мы съели напополам, но я больше, конечно. Я же не хочу, чтобы Таня уже поправилась, она всегда следит за фигурой. Я же еще не купила абонент, сказал. Да, поэтому ей досталось меньше. Да. Помогла мне, короче. Вот, ну все, в принципе, вот мы допиваем. Это тоже сладющая фигня с шишками. У тебя было много курицы, там много белка, он сейчас поборется. У тебя вообще очень полезная еда была. У меня вот тесто было, у тебя не было, у тебя все полезненько. А в следующий раз возьму вот такой же, как у тебя. Мачо, да, пылок. Не, офигенная штука, прям реально порадовали, да? Да. Сейчас мы порадовались, а теперь пойдем плакать. Смотрите, Танюша, что делает. Что? Шарф пытается. Пытается засунуть шарф, чтобы не носить в руках. Смотри, рюкзак супермаленький. Поэтому я сразу... Ну что, мои хорошие, мы вот они с Танюшей. И Танюша там на сториз нас снимала, короче, такая... Ой, ой, ой. Слушай, я смотрю, я думаю, это коридор, думаю, а что ты стоишь? Что ты коридор... Кому ты расскажешь? Короче, мы в кино. Все, пошли на огончик. Ой, классно. Ну пойдем. Что ты уже нажала свою штуку? Нажала, и сгорит. Криндец, короче. Так, не крадем впечатления. Вот минималочку говорим. Минималочку, я вот минималочку скажу, что... Ну давай, ну давай, твою минималочку. Говорила, что если мы пойдем на огонь, то я не буду краситься. А ты ой, накрась их, вот чтобы подо все было. Ну да, тебе надо чуть-чуть подводить. А я чуть-чуть, да, я все, короче, да. Не для таких вот, как я, хотя не Селена ревела тоже. Селена ревела, да. Я не ревела. Да не ври, я хотела еще снять. Ревела это как? Ты прям... Ревели, ревели обуви ревели. Не, ну посмотрите на меня. Да, не капель, ничего не поттер. Обычная тушь. Да. Короче, девчонки. Нет, я... Руки в боки, руки в боки. Да, да, я объясню. Смотри, все такое. Короче. Вот, смотри. Да, объясню. Давай, короче. Да, объясню. Ага. Ну пойдем туда уже. Пойдем, пойдем. Сейчас все расскажу. Здесь музыка играет. Короче, фильм прям достойный. Я сначала расстроилась что-то наше. Я думала, это не наш фильм огонь. Я же не посмотрела трейлер ничего, да? Но фильм достойный, он прям с самого начала держал реально на слезе вот здесь. Прям просто ком. Очень моменты, на которых играют, ну прям, да. И прям снято достойно. И смешно, и все. Я давно русских фильмов не смотрела, но мне прям понравилось. Я рекомендую всем пойти, больше ничего не расскажу. Я не плакала на взрыв, но слезы капали. Да ладно? Блин, я еще хотела, здесь цвет падал на тебя. Куда мы зашли? В туалет пойдем. Ты уверена, что мы правильно идем? Да, в туалет, вон. Да, прям красавица еще какая-то, я знаю. Красивый, я тебя в красивый туалет уйду, детка. Ну я сюда ходила, здесь это, те, кто в бизнесе, это отсюда из этого ресторана. В ВИПе, кто в ВИПе. Ну мы не в ВИП ходили, но туалет мы можем себе позволить в ВИПовских. Пойдем. Смотрите, сегодня я какая модная вся. Вам уже, наверное, Таня меня подсняла. Да, все, у меня новая кофточка. То, что еще новенького я купила, это на втором канале, там будет у меня видосик, если что. Сережечки прям такая вся. Помада подстерлась, конечно, уже. Снимаю, видео записываю, да. Главное, это, Анюшенька, не пукни. И не смейся сильно, если пукнешь, придется вырезать. Так, ну все, мои хорошие, хорошо провели время, вкусно поели, попили, посмотрели фильм вообще. И идеально все, потому что фильм полностью, даже не полностью нет, у меня вообще никаких ожиданий не было, честно говоря, от фильма. Я еще более расстраивалась, когда узнала, что он русский. Такой, думаю, о, русский. Ну, что-то не настроено было на русский фильм, да. Ой, ну все-таки, честно говоря, ну, это фильм про пожарников, про пожар, про огонь, да. И, честно говоря, столько всего мы не знаем. Ну, кто связан как-то, может быть, да, с пожарниками, да, истории, может быть, рассказывают родным пожарники, да, что вообще в лесах там рода происходит. Это же другая жизнь, это другая такая дорога жизненная, да, когда ты постоянно ездишь туда, где, блин, я не знаю, страх, боль, пожар, где люди в отчаянии, горе какой-то, да, там, я не знаю, ну, как бы нет-нет, пожарники вот с этим связаны. И, ну, вообще, ну, тут еще лесные пожары, как бы, и вот это вообще такая настолько незнакомая, для меня это как лесной пожар, я настолько мало об этом знаю, да, просто, что лесной пожар, вот как лесной пожар, вот как звучит, так вот я и воспринимаю. Ну, просто я никогда ни опыта не имела, ни с людьми не общалась, которые тушили там лесные пожары и вообще с этим связаны. И вот сейчас этот фильм, он, знаете, приоткрыл как будто какую-то завесу чего-то, да, и там в конце было написано, кстати, что это посвящается вот всем. Лесная охрана, вот это, да, короче, ну, это, это очень круто, это очень классный фильм. Я рекомендую реально 100%, вот так уже, да, без, без лишней суеты, эмоциональности просто, реально, вот, два слова. Фильм огонь, огонь. Реально, он очень крутый. И, ну, любимые актеры, актеры все отлично сыграли, прям вообще, знаете, бывает, я смотрю фильм, и я вижу, блин, ну, недоигрывает здесь кто-то, да, или, ой, ну, что это за... Нет, были моменты, когда я такая думаю, с самого начала там думаю, ну и чё, ну и чё она там вот это, да, и потом раз такой поворот этого кадра, я такая думаю, ну, красиво сделали, красиво сделали. Вот здесь вот посмеялись, вот здесь вот напряглись, вот здесь вот на слезе, вот здесь же момент такой, ай-яй-яй-яй, знаете, и прям спектр эмоций испытала, да, ну, я не ревела, и как бы хорошо, но вот здесь вот ком стоял, и слезина была на протяжении, как бы даже, и так скажу, всего фильма, вот. Так что, кто смотрел, пишите плюсики, кто согласен со мной, чтобы не красть впечатления, да, у тех, кто ещё не смотрел, и кто ещё не смотрел, напишите, кто посмотрит. В кинотеатре, конечно, тоже круто смотреть этот фильм, да, не на маленьком, может быть, планшетике или там телевизорщике, потому что там, ну, конечно, есть и кадры классные, и сама вот эта вся атмосфера, и всё на большом экране очень круто смотреть и создать таком хорошем фильм этот, вот, короче, я зачётик ставлю, прям зачётик, всё, еду домой, малыш спит уже сейчас без 20-ти час, мама тоже, наверное, уже спит, Таня, он дошла до машины, фары горят, ещё не тронулась, а вон они там, фары горят, и видите, вон она тащика. Вот, ну, а мы идём домой, едем. Ну что, мои крошки, всем доброго дня, сегодня день следующий, я сейчас еду. Как всегда, крошки вышло, и камера моя сдохла, я имею в виду, батарейка села, поэтому доснём его влог на телефон, сейчас я еду на перевитализацию, и сегодня я буду пробовать, начинать пробовать третья процедура, да, так как у меня аллергия на анестезию на одну и на вторую, мы договорились, что сегодня я пробую без анестезии делать, так что я как бы собираюсь быть в курсе, как это с анестезией, как это без анестезии, точно смогу сказать вам, как больнее, ну, потому что Таисия говорит, что анестезия, если на неё аллергия, да, то она работает не в полную силу, то есть, возможно, она вообще, ну, то есть, возможно, это иллюзия, что она как бы мне что-то обезболила, да, она говорит, мне кажется, ты чувствуешь всё как чувствуешь, но мне кажется, что она чуть-чуть всё-таки, но обезболивает меня, вот, ну, и плюс вообще лучше перевитализацию делать без анестезии, анестезия, она как бы, ну, не супер хорошо влияет, да, на кожу, поэтому кто может делать без анестезии, лучше делать без анестезии, в общем, она мне начнёт делать без анестезии, мы посмотрим, если я не выдержу, то пусть хоть какая-то минимальная будет, вот, сегодня третья процедура, потом пройдёт время, и мы уже будем делать ботокс, ну, как-то он там называется, да, такой хороший самый, для того, чтобы вот, там, ну, на лбу сделаем, да, под глазками, там, посмотрим, где что, хочу быть красивой, прям вообще, фотошоп в реале, как говорится, да, наслаждаться, но я уже после био наслаждаюсь лицом своим, вот, в общем, еду, немножко переживаю. Так, ну всё, девочки, сейчас чутка пробуем без анестезии, кстати, у меня что-то выскочило, даже не знаю, честно говоря, что это, но я уже его прижгла, как бы, он уже на нет сходит, как всегда, корвалолочком, девочки, мой лайфхак, вот, но могу бы делать не бой, поэтому, я думаю, это не страшно, да, всё, пробуем без анестезии, смотрим, насколько мне хватит проколов, ну что, девочки, ещё один способ почувствовать себя счастливой, уколите просто без анестезии что-нибудь себе, а особенно вот такую процедуру, которая длится вот где-то 4-5 минут, и как бы в напряжении 4-5 минут, а потом вам говорят, всё, и вот оно, ещё одно женское счастье. Короче, смотрите, никаких покраснений, ничего нет, мы не делали анестезию, я всё вытерпела без анестезии, и могу вам сказать, что не то, чтобы даже вытерпела, а что с анестезией, что без анестезии, примерно одинаковая разница, ну просто 0,5 там может быть, по шкале болезни, так что я на будущее буду делать без анестезии, крошки мои, всё, пошла плачу. Ну что, мои крошки, мы едем сейчас в торговый центр за феном моим, ещё антенну там надо небольшую такую купить домой. И я забрала деньку, в общем, сделали переавитализацию вот это, да, отправила посылки там конкурсные, мамины, там все дела, вот получила всё, для садика все остальные справки собрала, там выписку надо было с банка, маму отвезли домой, и вот едем сейчас за феном и за антенной, и потом домой сразу. У нас какой-то туман жёсткий, как вы видите, вдруг встал, не было, и вот просто раз-раз, и туман появился. Ну, в общем, мы быстро хотим туда-сюда, и особо не гулять, свежим воздухом чуть подышали, у нас всё тает, грязюка вокруг, вот, поэтому мы так, быстренько, чисто подышать. Кто там блестит? Ещё и вам вот так, да. В общем, быстренько съездили в Альдорадо, взяла, ещё купила антенну ручную, мама попросила такую, не ручную, а ручную, механическую ручную заводить вот так. Короче, домашняя антенна, чисто комнатная, вот, на время пока что, пусть будет это там уже совсем, и, короче, фен взяла. Всё, антенна прекрасно работает, все каналы сразу заработали, я даже не устанавливала сильно антенну, просто поставила сзади, и всё работает. Так, ну что, готовим очередное смузи, здесь у меня три небольших яблока, четыре ветки сельдерея, один апельсин и пол огурчика. Слушайте, ну вот только пульсирующими движениями то, что я накидала сейчас, оно вот так развалилось там всё, потому что оно встало, только вот здесь промотало, а как-то надо продвигать, прочищать. Короче, в общем, пульсирующими оно как бы подбрасывает вверх и начинает мотать, а подбрасывает, мотает. Сейчас попробуем, я ещё добавила чуть-чуть сока, буквально пол, ну где-то 100 грамм сока яблочного без сахара. Моя хорошая, моя хорошая, доброго вечерочка, уложила Деньку спать. Сейчас как раз сижу, читаю ваши комментарии, очень удивлена, под видео, которое называется «Я должна рассказать всё», честно говоря, ну я там пару комментариев где-то увидела там у меня в этих уведомлениях, и подумала, что у меня там много хейта, что писали, подумала, что пишут, что типа вот, не снимай канал тогда свой чуть-чуть, ты это за то, ну то есть такое. А я начинаю читать комменты, ну готовилась, думаю, вечером перед сном почитаю, чтобы проснуться, потом на утро и всё это забыть, весь этот хейт. И так удивлена, я читаю, меня все поддерживают, все говорят, что всё правильное мыслью и согласны со мной на сто процентов, прям вообще ни одного человека не заблокировала, все такие приятные, вот. Но я не дочитала так много комментариев, так много поддержки, прям спасибо вам большое, мне очень приятно, что вы меня поддерживаете и понимаете, вот. Некоторые вопросы здесь по поводу, кстати, кресла моего, это просто покрывало накинуто, кто думает, что это чехол, это просто покрывало и просто спинка. Завтра я записана на стрижку, у нас завтра вообще очень насыщенный день и я буду всё снимать, следующий влог, вот, поэтому буду с вами прощаться, устала немного, ещё видео вам смонтировала, сейчас я его уже там загружу на второй канал, вот, переходите, смотрите на второй канал, кто не подписан, обязательно подписывайтесь и на этот, и на второй. Кстати, те, кто смотрят меня и не подписаны на меня, посмотрите, проверьте подписочку, пожалуйста. У меня сегодня я уже в инстаграме отметила 291 тысяча, до этого было 290 тысяч подписчиков, теперь 291 тысяча, я каждую тысячу жду, блюдю и отмечаю, записываю. Рост канала идёт, вот, не так, как раньше идёт, да, ну, потому что уже, уже блогеры это становится нормой, раньше это было что-то такое интересненькое, раньше на тебя смотрели как-то странненько, да, ты блогер, ты снимаешь, а теперь это норма и уже люди знают, что можно быть блогером, что можно создавать свой контент, что можно хорошо зарабатывать и много всяких разных приколюх от этого может быть. Но профессия блогера, так могу сказать, это так же, как и любая другая профессия, не для всех. Кто-то любит делать маникюр, и он в этом профессионал, и все к нему бегут, и за любые деньги делают только у него, и все лучшие салоны его с руками и ногами заберут и будут платить хорошую зарплату, да, а кто-то делает не очень хорошо маникюр, и у него очень мало клиентов, да, но тем не менее делает. Вот, и, ну, а когда появляется конкурентов, а когда появляется куча конкурентов, да, и маникюр делают на каждом углу, то понятно, что у всех не так много получается зарплаты, да, и вообще роста и так далее. В общем, начала за Ивана, закончила про Балвана, это про меня, но я к тому, что от того, что блогерство это не для каждого, да, но пробовать стоит, если это интересно, если тянет. У меня также есть школа блогера, там все вообще как бы с нуля, все азы рассказываю, как бы сразу, сразу очень много узнаете о блогерстве и сможете попробовать из моей школы, вот, это пишите мне в инстаграм или на почту, все контакты под видео тоже, вот. Ну и то, что сейчас рост не такой, да, даже фикс-прайс уже не так смотрят, как раньше смотрели, как раньше, сколько каналов поднялось на фикс-прайсе, все всегда идет на спад. Вот, этому нас учили менеджеры Ютуба, поэтому всегда нужно стараться разнообразить контент. Я вечно в поиске, так что, когда, так что если будут у вас какие-то идеи по интересным, креативным видео, именно то, что я еще, может быть, не снимала, да, и попробовать вот какую-то такую. Ну, опять же, это все должно быть созвучно со мной тоже, в общем, вы можете всегда писать свои идеи, и я в поиске чего-то нового. Сейчас у меня пока что будет вот на этом главном канале влоги преобладать, да, то есть, так у меня даже получается, что я снимаю два дня и выкладываю, прям сразу, да, выкладываю на следующий день. Снимаю два дня и выкладываю, два дня и выкладываю. То есть, каждый день я снимаю, то есть, каждый день вы меня видите, что у меня происходит в жизни. Вот. И как бы сейчас все сложнее раскручиваться начинающим блогерам. Ну, если они, конечно, вкладывают много денег в это все, то рост может быть хорошим, отдача может быть хороша. Вот. А с чего я начала? К тому, что если вы не подписаны, то просто подпишитесь, потому что я иду уже как бы финишная прямая на круглую дату, 300 тысяч, долгожданные 300 тысяч подписчиков. И сегодня у нас стукнуло 291 тысяча. Вот. Я этому безумно рада, поэтому еще раз повторяю, подпишитесь и поставьте лайк. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok